Армейский церемониал четкий и строгий. Солдат 242-го учебного центра приветствует командующий ВДВ России Владимир Шаманов. На влацу родственники и близкие погибших десантников. Сюда же пришли члены Большого Братства Воздушной Пехоты, люди, для которых чужая трагедия стала личной болью. С каждым призывом я по долгу своему общественному убеждаю ребят, что нужно быть защитником, что все будет хорошо. И какая-то и моя, по-видимому, вина есть. Что может быть. Да, это так. Я помню ту трагическую 12-е число июля момент тот, когда мы сидели в клубе, родителям говорили, что все будет хорошо. А ночь принесла нам несчастье. Понимаете, я это, наверное, долго не забуду. У меня еще Чечня своя в голове сидит. И поэтому я вот возвращаюсь с мыслями. Я с ними всегда с пацанами. Вместе с родными и близкими скорбят все, кто приехал почтить память ребят. Со словами поддержки с трибуны к присутствующим обратился Виктор Назаров. Трагедия, в результате которой погибли 24 курсанта учебного центра ВДВ. Никого не оставило равнодушным. Это был для нас страшный урок. Из жизни ушли молодые, сильные ребята, защитники отечества. Слишком высока цена из-за чьи-то халатности. Я уверен, что виновные ответят по закону. Ну, а те ребята, которые ушли, навсегда останутся в наших сердцах, как защитники, как воины, как люди, которые пришли защищать Россию. После построения собравшиеся идут к монументу в память о погибших. Здесь священники проводят службу и пришедшие возлагают цветы к подножию памятного камня – красные гвоздики. Этот памятный знак похож на разорванную судьбу, оборванную линию жизни ребят, которые погибли под обломками рухнувшей казармы. 40 дней назад произошла эта страшная трагедия и боль утраты, конечно, не утихла. Об этом сегодня говорили собравшиеся, пришедшие почтить память солдат, погибших в той страшной трагедии. В скором времени рядом планируется возвести и часовню. Будет создан мемориальный комплекс. Вот Виктору Ивановичу мы передали, значит, там есть один из проектов уже создан, часовня и мемориальный комплекс вот в этом здании. А вот камень, который мы закладной сделали на площадке, где Виктор Иванович лично руководил процессом спасательных работ, и он так и останется на этом месте, как связь событий произошедших и людей, которые боролись за сохранение жизни. Командующий ВДВ сделал сегодня еще одно важное заявление. Центр будет существовать и дальше. Планируется не просто продолжить здесь подготовку специалистов для армии, но и расширить перечень специальностей, которыми будут овладевать солдаты, срочники и контрактники. Перед этим в центре пройдет серьезная реконструкция. Сейчас эта казарма, где произошла трагедия, сама напоминает большой монумент той страшной трагедии. Но просуществует он недолго. Судьба этой казармы уже решена, как и другие четыре. На территории 242-го учебного центра они будут снесены. На их месте построят новые современные здания, где и разместят бойцов 242-го учебного центра ВДВ. Ну а руководство региона обещало военным оказать всяческую помощь. Необходимо решить несколько задач, связанных с расширением и обустройством территории центра.